Светлый привет! С вами новости на светлой стороне. Здесь мы видим светлое даже в плохом. Подписывайтесь и поехали! Сельхозбунт на восточной границе. Польша – страна-загадка, страна-поэзия. Если ваш IQ ниже 250, загадку эту вам не осилить. И не ответить на вопрос, как в витрине Европы может произойти, внимание, крестьянское восстание. Это я процитировала слова одного из бунтарей. А все дело во всплывшем в Польше украинском зерне, вывезенном из Украины для беднейших стран мира. Да, и всплыло это зерно, как оказалось, в неприлично огромном объеме. Цитирую. Протестующие утверждают, что не могут продать польскую пшеницу даже по тысяче злотых. Это 16 тысяч наших рублей за тонну. То есть на 500 злотых дешевле, чем во время сбора урожая, потому что в закупках есть украинское зерно. Еще цитата. Мы в ярости во многом мы должны благодарить за это наших закупщиков, потому что они скупили украинское зерно. Скупили? Минуточку. Укрзерно же было для бедных стран. Одно из двух. Либо нас обманули, для кого вывозили зерно, либо Польша бедная страна. Вы что думаете? А мне эта польская витрина Пушкина навеяла. Умом нам Польшу не понять и здравый смысл не поверить. МВФ спрогнозировал рост российской экономики вместо спада в 2023 году. Шок прогноз от МВФ. Мы с вами стали свидетелями, как еще одна машина западной пропаганды сломалась. Очевидно, что для экспертов валютного фонда репутация оказалась важнее политических игр. Во-первых, лобасты признали, что в 2022 году ВВП России сократился даже не на 3,5%, как говорили еще в ноябре, а на 2,2%. Кстати, те, кто чморил нашу страну, которая якобы ничего не может, что скажете про результат нашей экономики, единственной в мире обложенной таким количеством незаконных санкций? Где ваши обещанные минус 15%? В этом году МВФ пророчит нам рост на 0,3%, вместо ранее предрекаемого спада в 2%. При этом, конечно, впереди нас ждет еще один непростой год, и о его реальных результатах говорить слишком рано. Много событий успеет произойти, но в одном мы точно можем быть уверены. У нас есть полное право гордиться и собой, и своей державой. Если предположить, что прогноз МВФ сбудется, то ВВП России к концу 2023 года будет выше на 0,2%, чем по итогам до санкционного 2021 года. Вот так. Америка провалилась в долговую пропасть и тащит за собой весь мир. Китайцы неумолимо рушат миф о либеральной экономической гармонии. Западная экономика – это полный фуфломицин. Будете ли вы считать успешным человека, который живет в долг, и долг его постоянно растет? Конечно, нет. Потому что вы здравый человек. Тогда что мы можем сказать о тех, кто восхищается западным экономическим чудом? Вот таким цитирую. Экономический рост Соединенных Штатов в значительной степени зависит от масштабного увеличения долга. В начале 2020 года государственный долг США составлял 23 триллиона долларов. Но всего три года спустя, к началу 2023 года, он резко повысился на 8 триллионов. В такой ситуации США действительно нужно удерживать свои колонии любой ценой и любой войной, лишь бы сохранить возможность сливать туда лишнюю зеленую бумагу. Ужас для Штатов в том, что при стремительном росте долга уровень жизни в Штатах снижается. Цитирую. По оценкам МВФ, в этом году экономика США вырастет на 1%. Сравните с нашими 0,2% под санкциями. Мировой жандарм захворал. Вы не поняли, это карантин. Болите. Распад России не так опасен, как ее власть преступников. Бывшая глава МИД Польши, женщина с утонченным польским лицом, красавица и интеллектуал, приговорила Рашку, цитирую панночку Фатигу. Эта террористическая организация Россия, пусть даже некоторые видят в ней империю, должна быть уничтожена. Какой великолепный пример неагрессии западной цивилизации. Но это не все. Вот послушайте еще цитата. Однако сегодня не 16 век Ивана Грозного и не 18 век Екатерины II, а 21 век. Век международного права, общих организаций и единых ценностей. Это она же про вторжение в Ирак и уничтожение Ливии говорит? А может быть это она про расстрел мирных афганцев? За попытку расследования этого преступления американцы ввели санкции против Международного уголовного суда. На какой интеллект рассчитано словоблудие про международное право? Далее Поличка призвала, цитирую. Международное сообщество обязано поддерживать права коренных народов, которые в результате российского завоевания и колонизации вынуждены жить в границах Российской Федерации. Но если уж она топит за единые ценности, то возможно она поддержит и Каталонию? А может она обратиться к Конгрессу США с призывом поддержать права индейцев? Нет? А почему? Ведь это 21 век. Более того, Паночка совсем не разбирается в значении термина колония, который никак не применим к регионам России. Ухо от шлядя. Ухо от селедки. Он не имеет к этому никакого отношения, резко заявил Сиярта американскому послу. Смешной случай произошел в Венгрии со сверхчеловеками, убежденными в собственной исключительности и праве вмешиваться во внутренние дела независимых государств. Возможно они не слышали мнения Паночки-Фатыги о том, что в 21 веке есть международное право. Зато его существование напомнили Амерам в Венгрии. Цитирую министра иностранных дел. Когда мы принимаем послов, мы подразумеваем это буквально. Мы принимаем послов. Людей, которые, как мы считаем, отправлены сюда для улучшения и развития отношений между двумя странами, основанных на взаимном уважении. Потерявшему берега послу Венгер напомнил, что эпоха губернаторов и регентов, управляющих территориями, закончилась. А высказывание представителя штатов абсолютно неинтересно. Цитирую. Никто не может извне указывать нам, как жить. Поэтому не имеет значения, что гражданин другой страны, включая посла, думает о внутриполитических процессах в Венгрии. Если адекватность и здравый смысл в 21 веке – это путинская пропаганда, то мы все в большой опасности. Здравый смысл – вот что позволило человечеству дожить до 21 века. 409 миллионов евро. Убытки за непоставку мистрали России в 2015 году. Новость о том, что стоит договоренности с цивилизованными странами. Le Tribune рассказывает о месье, благородных хозяевах своего слова. Да, о тех, что слово дал, слово взял. Напомню, что Франция взяла на себя обязательство построить два вертолета-носца. Однако в 2015 году, когда корабли были практически готовы к передаче, отказались выполнять свои обязательства. Цитирую. С учетом результатов переговоров с Россией, отказа от платежей, компенсационных выплат на вал групп, модификации сооружений и их передачу Египту, эта операция обошлась Франции в 409 миллионов евро. Это не все убытки, которые понесли французы за ненадежность. Для любителей теории бумерангов спустя несколько лет теперь сами французы оказались на месте русских. Их кинули их же союзники, Англия, США и Австралия, отказавшись от своих обязательств заказать строительство подводных лондок во Франции. Но это совсем другая история. Вот такие они, хранцузские месью, которые обвиняют Россию в якобы невыполнении своих договорных обязательств. Смешно. Нас успокаивают, что Третьей мировой войны не будет, но реальность может быть иной. Декан Института мировой политики США предупреждает своих читателей, чтобы они не сильно верили словам главы Белого дома, что его действия не ведут мир к Третьей мировой войне. Профессор серьезно сомневается в адекватности своих правителей. Цитата. Эскалация может быть непредсказуемой и иррациональной. Президент Кеннеди после кубинского ракетного кризиса заметил, что суть окончательного решения остается непроницаемой для наблюдателя. Часто, правда, и для того, кто принимает решения. А для Джо Байдена она тем более непроницаема. Оставим тонкий намек на умственные проблемы Бидони на совести профессора, который далее абсолютно здраво указывает на то, что Москва не будет сидеть сложа руки и будет действовать в своих интересах. А не плану, сочиненному старцами Вашингтона. Цитирую. Соединенным Штатам не следует учить Путина, что ему делать. Он достаточно умен, чтобы понимать свои возможности. В двух словах, автор опасается, что родители ушли из дома, а спички оставили не совсем адекватному шалуну. Это правда. Пристегнулись простынями от винта. Вашингтон трясет от БРИКС. На Белом Холме неподетски встревожено усилением политического и экономического влияния БРИКС и в то же время немощи самих штатов. Автор пишет, экономический прогресс стран-членов БРИКС и укрепление основ полицентричного мира, которые продвигаются государствами Союза, заставили американское руководство трепетать от ужаса. В статье высказывается мнение, что именно страх утраты лидерства является причиной такой ярой и нелогичной поддержки киевского режима США. Цитирую. Гегемония Соединенных Штатов ослабевает с появлением новых актеров на международной арене. Это вызывает напряжение внутри страны. Ведь американская эмперская концепция объясняет, почему Вашингтон поощряет войну с Россией, используя марионеточный режим Зеленского и втягивая Европу в санкционную войну. В конце автор статьи утверждает, что Россия станет одним из гарантов нового справедливого мира. А мне хочется спросить, так кто тут у нас получается за демократию и свободу, а кто истерично цепляется за власть? Абсолютная власть разращает абсолютно, не правда ли? Россия хочет выжить Украину до того, как предбудут танки. В британском The Spectator автор злится на своих политиков за то, что те сначала медлили с поставкой Украине наступательных тяжелых вооружений, а когда созрели до танков, то готовят к поставкам разные системы. Цитирую. Запад оказал Украине медвежью услугу. Вместо того, чтобы получить большое количество танков одного типа, им отправят три разных вида техники НАТО. Все в ограниченном количестве и каждый с индивидуальными требованиями к обслуживанию. В статье разочарованно разводят руками, как бы говоря, ну как так-то? И сообщают своему читателю, что пока их тихоходы-политики не спеша закрашивают кресты на бортах танков, предназначенных как в добрые старые времена для Восточного фронта, плохие русские пользуются ситуацией, мыло не вынуждают киевский режим бросать резервы на оборону Донбасса. А также, отдельно подчеркивает автор, могут и вовсе лишиться своих лучших частей, так и не дождавшись поступления перекрашенного зоопарка. Тихо, Англия, не плачь, наши зоопашные уже спешат брать себе новых питомцев. В России снизился показатель материнской смертности. Пришла жизнеутверждающая статистика от Минздрава России, которой я спешу поделиться с вами. За прошлый год нашим медикам удалось улучшить работу с мамочками, цитирую. На данный момент наблюдается низкий показатель материнской смертности. Он снизился на 61% по сравнению с 2021 годом. Кроме того, уровень младенческой смертности также, к счастью, снижается. Кстати, когда спрашивают, а что хорошего сделано за 20 лет, то вот вам еще одно чудо. После жутких 90-х показатель детской смертности удалось сократить в 4 раза. При том, что по этому показателю мы не впереди планеты всей и нам есть над чем работать, а отрицать существенную положительную динамику грешить против правды. И еще одна важная деталь, которая говорит о многом. Разница показателей детской смертности в городе и селе сокращается, а это означает исправление неравенства между заботой о здоровье горожанина и сельского жителя. Спасибо медикам! Экономика Британии хуже российской, предупреждает МВФ. Экономический прогноз для бритов от МВФ оказался наихудшим среди семерки. Но, возможно, эта новость не так больно бы ударила по самолюбию англосаксов и их сведомых почитателей, если бы не одно малюсенькое, но положение Британии хуже, чем в России, находящейся под санкциями. Цитирую. Нехватка персонала, растущие ипотечные кредиты и налоги привели к тому, что прогноз для экономики Великобритании на этот год хуже, чем для России. Еще цитата от канцлера казначейства Рэйчел Ривз. Британия катится вниз. У нас дела хуже, чем у России, которая находится под санкциями. Все происходящее отчетливо показывает реальное положение дел в мире и за чей счет последние десятилетия процветал Запад. А также выставляет глупцами всех тех, кто поет дифирамбо экономической модели цивилизованных, которая работала в значительной степени на эксплуатации колоний, как обычно, впрочем. А у меня на этом все. Ваш проводник в светлой стране, Екатерина Лоренс. И не забудьте подписаться. До новых встреч!